Наконец пришел долгожданный день, когда мы награждаем участников конкурса, даже двух конкурсов в этом году, дерево в архитектуре. И буквально в двух словах то, что нас ожидает и то, что мы уже пережили. В этом году конкурс прошел необычно. Решили привлечь к нему молодых ребят, студентов, молодых архитекторов, бюро и так далее. И у нас помимо традиционного смотра конкурса дерево в архитектуре, который в этом году был уже в третий раз, состоялся конкурс концепции. Конкурс концепции, которому мы очень рады откликнулись, причем откликнулись и студенты, и молодые архитекторы. И вообще в наших конкурсах в этом году основная масса – это молодые. Это очень приятно, потому что за дерево мы надеемся, особенно в этих сложных ситуациях, все-таки будущее. И дерево – это наш материал, русский, традиционный, любимый. Поэтому сегодня будет два награждения. И сначала, в начале всего, хочу сказать, что впервые у нас прошел форум деревянного строительства, в рамках которого проходит наша конкурсная программа. Мы надеемся, что этот форум тоже будет долго жить, так же, как и конкурсы. И я хочу сейчас предоставить слово руководителю экспериментально-выставочной лаборатории СМА Екатерине Ларионовой. Ну что, друзья, конкурс – это на самом деле фундамент форума. Если бы не было этого конкурса, наверное, и форум бы не получился. Мы очень благодарны всем участникам, приславшим работы, потрудившимся и сочинившим такие прекрасные проекты. На самом деле я знаю, что жюри было не так-то легко выбрать победителя, потому что все работы очень достойные. И нам кажется очень важным освещать и популяризировать деревянное домостроение, деревянную архитектуру в контексте современного архитектурного мышления российского. Я считаю, что российские архитекторы максимально конкурентно способны по отношению к мировым архитекторам, и мы все это знаем. Но вот что касается дерева, наверное, мы дадим даже фору и японцам, и китайцам, и норвежцам. Поэтому я еще раз вас всех приветствую и очень благодарю за то, что вы дарите нам свою прекрасную архитектуру. АПЛОДИСМЕНТЫ Я еще хотела отдельно поприветствовать нашего отраслевого партнера Ассоциацию деревянного домостроения Семена Гоглева, который представляет эту ассоциацию. И мы хотим вручить Семену небольшой такой диплом. Ну, мы начинаем награждение с награждения организаторов, конечно же. Спасибо вам за то, что вы с нами, что вы нас поддерживаете. Ну и, может быть, вы скажете тоже пару слов всем участникам и ваше впечатление от конкурса. Ну, я вчера говорил уже, и могу сейчас только повторить то, что уже сказал, что мы очень давно, уже, наверное, 10 лет сотрудничаем с Союзом архитекторов в области деревоархитектуры и участвовали в организации самого первого конкурса. Это было, мы такую башню большую строили по проекту Андрея Асадова на ВДНХ в 75-м павильоне, и тогда все это было громко, красиво заявлено. И я рад, что вот спустя столько лет новый импульс, именно развитие дерева и привлечение к конкурсу Союза архитекторов, профессионалов из Ассоциации деревянного домостроения. И главный смысл конкурса и фестиваля я вижу в том, что общение между архитекторами, которые обычно там, ну, могут проектировать каменные дома, там, любые металлические мосты, там, еще что-то, но они могут и контактировать со специалистами области древесины. Очень здорово, что в этом году, конечно, конкурс концепции был, конкурс студенческих работ. Это в отличие от других конкурсов, где вот нужно бить наверняка, здесь остается свобода для творчества, свобода мысли. И, в общем, как бы это дало несколько вот буквально удивительных работ, которые, как бы, действительно, вот, может быть, даже более смелые, более интересные, чем то, что мы видим, скажем, там, в каких-то иностранных публикациях. Я вот участвую, веду такую, как бы, группу в Фейсбуке, называется «Вот фокус», она о современной деревянной архитектуре. И у меня вот лично насмотренность такая очень большая по тому, что делается, какие проекты, какие тенденции, какие технологии, какие вот веяния новые. И можно точно сказать, что мы идем в русле, а в чем-то мы даже и интереснее, и смелее. С чем всех я хочу поздравить и сказать, что большие молодцы. Спасибо. Я передаю слово Ольге Дмитриевне Беловой. Я хочу представить этого героического человека, который уже в третий раз, на самом деле, проводит конкурс «Дерево в архитектуре», собирает самые яркие, самые интересные, самые перспективные проекты. Это именно этот человек организует конкурсную программу «Союза архитекторов», в частности, отраслевых форумов. Ольга Дмитриевна Белова. Спасибо. Ну а теперь я хочу представить тоже очень важную, ответственную вам информацию. Это составы членов жюри. Вы, наверное, уже читали все и знакомились, но я еще раз хочу перечислить эти имена, потому что у нас было одно жюри, перед которым стояла очень большая задача найти лучших, оценить лучших и доказать, что это действительно именно так. И среди них Николай Белоусов, вам наверняка всем известный, обладатель многочисленных премий и руководитель архитектурной мастерской Белоусова и организатор фестиваля «Дереволюция», но это он сам о себе скажет. Это Николай Белоусов, председатель нашего жюри. Мы сейчас предоставим ему слово. Это Семен Гоголев, которому вы только что знали, которому страшно благодарны, потому что без ассоциации деревянного настроения у нас конкурс, конечно, был бы совсем не таким. Это Татан Кузымбаев, всеми любимый, и тоже такой мастер деревянной архитектуры, о котором знают все. Это новые наши члены жюри, молодые архитекторы из бюро хора, партнеры бюро хора Аят Шукуров и Михаил Микадзе. К сожалению, они не в Москве, они передавали большой привет победителям, но тем не менее они честно жюрили и всегда очень откровенно высказывали свое мнение и спорили с нашими старейшинами. И Александр Леонов, основатель Бурополигон, тоже вам известный и любимый. Вот это весь наш состав первого жюри, основного жюри конкурса. Но у нас есть еще другая комиссия, экспертная комиссия, в которой предстоит работа завтра. В двух словах, те победители конкурса концепции, которые сегодня будут получать наши награды, завтра выступают с презентациями перед экспертной комиссией. И задача той комиссии, завтрашней комиссии, состав которой я вам сейчас расскажу, еще раз посмотреть эти работы, оценить их с точки зрения практики и порекомендовать их для включения в реестр, в реестр для будущих разработок проекта, для малоэтажного деревянного строительства. Кстати, жюри уже высказало свое мнение по этому поводу наше основное. И все работы, которые завоевали золото, то есть первая, вторая, третья степень, рекомендуется уже ими в состав реестра. Значит, другой состав экспертного совета это Владимир Бакеев, вице-президент Союза архитекторов, главный архитектор проектной группы МГПМ, извините. Это Владимир Кузьмин, тоже всем известный, руководитель проектной группы полидизайна и преподаватель. Но все кафедры, которые только могут быть по дереву, и мархи, и марш, и ранхиллс. Это Семен Гоглев, опять директор по развитию, постоянный член Совета партнерства, Ассоциация деревянного дозастроения. Это Илья Иванов, Дом РФ, руководитель направления развития ипотечного рынка. И Татьяна Федорова, бюро землематика, куратор проекта «Территория». Но у них предстоит работа завтра. Ну а теперь давайте непосредственно перейдем к награждению. Но сначала я хочу предоставить слово нашим членам жюри, председателю жюри Николаю Белоусову. Да, спасибо. Во-первых, я хочу вас всех поблагодарить за действительно гражданский подвиг, что вы здесь сегодня все оказались, приехали. Достаточно неудобное, далекое от центра Москвы место. Но спасибо вам большое. А по поводу жюри. И я, честно говоря, вообще хотел вначале отказаться, сказав, что жюри должно быть только из молодых архитекторов, но потом дал слабину. И вот мы с Татаном из нашего возрастного поколения группы вошли. Остальные, слава богу, члены жюри были молодые архитекторы, потому что, имея большой опыт преподавания в марше, будучи 11 лет членом экспертного совета премии «Архивуд», и будучи, слава богу, окруженным большим количеством молодых архитекторов и студентов, плюс еще моя дореволюция, когда я спрашиваю, а почему вы не подаете работы на конкурс? Они говорят, ну так вы там сидите с Татаном, с Леоновым, даже уже перешедшим во взрослые архитекторы. Вы там свои объекты судите, друг другу премии даете, а мы здесь при чем? Поэтому я хочу эту ситуацию в корне поломать. И надо сказать, что в этот раз конкурс получил значительное количество работ от молодых архитекторов. Дай бог, в следующий раз вы не убедите наших фамилий. В членах жюри это вас привлечет еще с большим энтузиазмом к участию в конкурсе, и вы доверитесь членам этого жюри. Это первое. Второе, ничего нового я вам не скажу, что мы были, действительно, было очень много достойных работ, и работа жюри была очень долгой. Мы заседали часа 4-5 часов, заседали, и в результате как раз постарались выбрать не просто лучшие работы, а некоторые маркеры, и некоторые удивления даже в нашем представлении и то, что мы видели в своей жизни. Хотя это не умаляет достоинства значительной части работ, которые отличаются просто очень высоким и хорошим уровнем архитектурных решений, концепций, приемов. Так что те, кто не получили премию, вовсе не означает, что вы не были отмечены, но, так сказать, вы вызвали бурную дискуссию. Так что я хочу поблагодарить подавляющее большинство участников за то, что откликнулись и прислали работу на этот конкурс. Спасибо вам большое. Больше не буду вас утомлять. Перейдем к самой важной... А, еще... Ты будешь сейчас что-то говорить? Да. Александр Леон. Спасибо. Очень приятно сегодня здесь быть, увидеть авторов лично, поздравить. Надо сказать, что вообще участие в составе жюри всегда очень ответственная история. Я думаю, что... Я могу честно сказать, что мы рассматривали внимательно каждую работу. У нас не было там какого-то списка «смотрим» этот там. На потом мы с большим вниманием отнеслись абсолютно ко всем работам. Также, благодаря тому, что жюри в этот раз было разнообразным, помимо того, что работы были очень интересные, были очень интересные комментарии к ним. И самое удивительное, что во всем этом многообразии нам все-таки удалось прийти к консенсусу, выделить, хотя, повторюсь, это было непросто. Уровень работы действительно хороший. Ну, в принципе, вы можете это видеть и по презентациям. Ну и сейчас мы увидим персонально победителя. Спасибо. Спасибо. Хорошо. Сейчас я... Спасибо. Так, я думаю, знаете что? Вы, Саша, оставайтесь пока, и мы начнем потихонечку. Просто у нас огромное количество дипломов, и поэтому начнем с первого. Ну, дипломы за участие. Сначала награждается конкурс концепции «Образцовый деревянный дом». Вы знаете, что он шел по пяти номинациям, но это уже после. Значит, еще раз повторяю, что дипломы за участие, они не означают, что это работы неважные. Работы все интересные. В каждой работе есть своя изюминка. И просто наши члены жюри немножко поскромничали. Мало того, что они сидели пять часов во время заседания, они еще недели до заседания по присланным им планшетам в электронном виде и по вашим пояснительным запискам по всему долго изучали работы и уже предварительно высказали свое мнение. Потом они, так сказать, защищали свое мнение, спорили, частично меняли, но, тем не менее, вот такая вышла картина. Значит, дипломы за участие. Загородный каркас на бревенчатый дом елки получает Павел Зевахин из Пермского государственного Рогарно-Технологического университета имени Прянишникова. Ну, я думаю, что из Перми просто... Да, есть? Ой, какой еще. Все, пожалуйста. Мы очень рады, что вы сможете... Это вы, Татьяна? Не торопитесь. Сейчас вас надо сформировать. Следующий раз. Загородный жилой дом. Автор Анна Суркова. Нет, ну, получит, значит, позже. Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств имени Кричкова участвовал сразу четырьмя работами. Это очень активные студенты. Они у нас участвовали в Алюминии, но там они были оценены выше. Они получали там дипломы первой и второй степени. В этот раз четыре дипломы за участие. Это за индивидуальные жилые дома с хоум-офисом. Почти везде руководитель Лихачева, а авторы разные. Гельт, Лободина, студенты. Есть кто-нибудь из Новосибирского государственного университета? Мы тогда им передадим. Просто четыре диплома. Так, дом 21 века. Авторы Татьяна Сердюкова, Немухин, Мальцева, Парваткина, Цветникова, Кикин, Сагин. Сердюк, архитект. Есть из этой компании? Ну вот, какая чудная компания. Стрэнфорд, поздравляем вас. Вы хотите сказать что-то? Мы будем очень рады. А мы наденемся на ваши будущие успехи. Вы стесняетесь? Такой компания. Ну ладно, вы сами уже хорошо это выполнены. Спасибо вам за участие. Спасибо. Следующая работа. Домашние треугольники. Автор Лев Эмдин. Нет, да? Следующая. Лесная панорама. Тамак. Фирма Тамак. Авторы Кондрашова, Бондарова, Вершов, Шукан. Это не единственная их работа в этих конкурсах. Поздравляю вас. Следующая. Современная терраса в Духанино. Автор Паскоченов и Иванов. Фирма «Создай террасу». Так, дальше. Туристическая деревня на основе модульного дома для туристических дом озера Байкау. Иркутский национальный исследовательский технический университет в кафедре архитектурного проектирования. Автор Укуляшов, Крюкова, Тихеева, Гласова. Руководитель Ляпина. Нет, у них будет еще одна работа тоже. Деревянный образцовый дом Игоря Веденеева. Передадим позже. Так, загородный дом по технологии Timber Frame. Авторы Рикун Дятлова, Узгоров, Мородин. Lockworks. Есть ли мы Lockworks? Хаус Ауденберг, Швейцария, Кантон Берн, Нидерит, Интерлакен. И это работа студента Зубкова из Вологодского государства и университета. Ну что, у нее очень любопытная работа. Ну, из Вологды, к сожалению. Нет, да, я бы говорила. Так, следующий. Ну вот кто поедет, тем более Семен тоже часто бывает в Вологде. Индивидуальный жилой дом Гротта. Тот же самый университет, Вологодский государственный университет. Авторы Татьяна Мерец, Баранова и Рыбаков руководители. Нет, да ну из Вологды передадим потом. Типовой проект детского сада на 1116 групп. Аэнди Архитекс. Авторы Диатулин, Чиркин, Савина, Хомяков, Соболь. Школа нового поколения. Авторы Зуева и Лебедев. Многофункциональный центр опеки, оставшийся вне семьи детей. Авторы Гаджиева и Дмитрий Карелин. Это Московский архитектурный институт. У нас много в этом году работ из Московского архитектурного института и очень хорошего качества. Но благодарны педагогам, тем более, что они потом будут участвовать еще позже и другие. Так, школа Сфера, 15.0. Скайдом. Авторы Союза, Вселиванова, Холодилова, Нурмагомедов, Наринска. Есть кто-то из компании Скайдом? Нет. Ну хорошо, что компания участвует, и удовлетворили очень интересные идеи. Сельский клуб Иркутской области на береже озера Бархау. Это тоже Иркутский национальный исследовательский технический университет. Катеринопроектированный архитектурный авторы Бутырина, Игнатьева и Ильяпин руководители. Но они представили две работы. К сожалению, в этом раз за участие. Ну, за ними. И следующее. Физкультурно-оздоровительный комплекс «Баскейн» номер один. Значит, я хочу сказать, это работа проектного института уникальных сооружений «Арена». Они представили три работы. Баскейны, и они еще участвуют в смотре конкурса. В этом году таким мощным фронтом. Причем я еще хочу отметить, что консультантом одной из работ у них был Владимир Трауш, который в этом году только что в Кремле получил государственную премию за создание уникальных сооружений. Лахта и Москва-Сити. Я его знаю, кстати. Это бывший четвертый Моспроект. Поздравляем, Николай, с вами был еще раз. И то же самое... Подождите, ребята. Тоже физкультурно-оздоровительный комплекс «Баскейн» номер три. Вам дали все. Остальное в других частях нашего конкурса. Поздравляю. Так, теперь дипломы. Просто дипломы в конкурсе концепции, которые даются за какие-то определенные качества проекта. Значит, первый диплом – загородный дом. Авторы Платонов, Зеленин, Свистунов, Зеленина, Грильзона. Они получают диплом за лаконичность архитектуры и эргономичность пространственного решения загородного дома. Нет никого, да? Жалко. Да, но передадим. Следующий дом-мастерская – дом для двух семей. Очень любопытный проект. Авторы Янькова, Бессараба, Колесникова. Проектная группа Янькова, Бессараба. И у них очень интересная формулировка. За эксперимент в создании пространства, объединяющего принципы игры и спонтанности с функциональностью и экологичностью и творческую подачу проекта. Потом посмотрим. Тоже нет Янькова, да? Микробокс, автор полёта – Василий Полётов. Вы можете видеть его композицию на территории Суханова. За лаконичность архитектуры с возможностью вариативности применения и дизайна. Но он только что… Катя, он болен, да? Василий Полётов. По слову про Василия Полётова, это мой замечательный друг. Сегодня мы сделали операцию на колено. Он с нами. Он посылает нам всем привет. И здесь на экспозиции представлен его звездолёт. Так что он с нами физически и духовно все эти дни на форуме. Мы ему всё передадим. Вот. И, наконец, работа Вологодского государственного университета, которая получила диплом. Это образовательная школа в Череповце. Автор Зеленцов и Никитина. Они получают диплом за оригинальное пространственное решение здания школы как способы включения в природный ландшафт. Так, ну, из Вологды нет. Следующие работы. Центр театрально-педагогических практик «Пиано». Проектное бюро «Дизайн-архитектура». Авторы Мизгирёва, Рюрикова руководители. Нет никого. За выразительную функционально-пространственную структуру как предпосылку для создания качественной инклюзивной среды образовательного учреждения. Ну, вы знаете, сейчас инклюзивная среда – это тот термин и то понятие, которое тщательно развивается. И я надеюсь, что в конце концов достигнет того, что мы от него ждём. Следующий фитнес-клуб «Нур-Султан». Это Кубхаус. Два Олещенко, руководители проекта. Олещенко и Олещенко. Кубхаус. Нет никого? У них много работ. А, они уехали, да, к сожалению. Ну, естественно. Так, ну всё на этом. Просто дипломы заканчиваются. И начинается перечень победителей конкурса концепции диплома лауреатов. Ну, хорошо. Хорошо. Так, значит. В номинации «Загородный дом» как семейный очаг и пространство общения с природой диплом третьей степени получает «Загородный дом» по технологии SLT – Lockworks. Авторы Узгоров и Марудина. Поздравляем. «Загородный дом» Вы не… Хотим сказать спасибо. «Загородный дом» фирма «Тамак». Авторы – Кондрашова, Бондарова, Ершов, Шукан. Поздравляем. Если кто-то хочет что-то сказать, то не стесняйтесь. Мы рады. Нет, ну… Нет, ну… Спасибо. Да, потом, правильно. После… В номинации «Школа нового поколения» как пространство современной коммуникации. Диплом третьей степени получает фирма «Мираком» за детский образовательный центр благотворительного фонда «Ангелы среди нас» для детей с ограниченными возможностями. Авторы – Осипов, Бецуков, Акулин – руководитель. Поздравляем. Хотелось бы сказать большое спасибо организаторам этого конкурса. Мы участвуем второй раз и вроде не остаёмся пока без наград. Спасибо большое. И за оценку тоже большое спасибо. Мало того, что участвует, автор просто немножечко постеснялся. В прошлый раз они вообще получили золотой диплом в нашем конкурсе. Хорошая очень фирма «Мираком». В номинации «Фельдшерский пункт» для сельских населённых… Так, нет, диплом второй степени. «Школа нового поколения». Мастерская деревянной архитектуры Евгения Макаренко. Авторы – Овчинникова, Коваленко. Евгений Макаренко – руководитель. Поздравляем. В номинации «Фельдшерский пункт» В номинации «Фельдшерский пункт» для сельских населённых мест у нас было очень мало работ. Если честно говорить, одна. Но она была очень хорошо сделана. И честно говоря, члены жюри немножечко у нас поскупились. Они решили, что в условиях конкуренции они дадут только диплом второй степени. Хотя работа была очень хорошая. Это «Фельдшерский пункт без стационара» и автор Полина Турушева. Поздравляем. Просто раскрываю некоторые секреты жюри. Мы очень похвалили эту работу, выделили её. И несмотря на то, что действительно номинаций практически больше не было, но работа действительно ваша на нас произвела сильное впечатление. Так что спасибо вам большое. Нет, я тут особенно отмечу, что мы буквально прожили в этом проекте. Здесь не видно планировок, но мы обсудили просто каждую комнату. Да, как войти, как выйти, где посидеть и прочее. Наши творчества не относятся к разговорному жанру, но если вы будете что-то говорить как это, «Бэкфит», это будет очень здорово. Я по первому образованию фельдшер. Но даже не мог мечтать, как и в своё время, о такой красоте, о такой продуманности. У нас было всё другое, на печном отоплении. Так, следующее. В номинации «Клуб для сельских населённых мест и городских микрорайонов» диплом третьей степени за клуб «Ригель» получает авторский коллектив из Сибирского федерального университета и Института архитектуры и дизайна Криворотов, Гришаев, Хюсон, Салих, Бабаева, Киселёва. Но они не смогли приехать, я с ними разговаривала. Ну, это сложно и дорого. Так что мы их поздравляем и передадим им так. Диплом второй степени. Это вообще у нас была самая, по-моему, плодотворная номинация, кроме загородного дома. Диплом второй степени. Клуб для сельских населённых мест и городских микрорайонов. Мастерская деревянной архитектуры Евгения Макаренко. Это ваш второй диплом. Кутнишенко, Серов, Евгений Макаренко, руководитель. Да, на самом деле хочется поблагодарить в первую очередь за организацию и вообще за то, то, что наконец-то больше и архитекторы, и организаторы таких конкурсов стали обращать внимание на дерево. Это очень приятно, потому что причём важно, что не только в частных домах, как это было много лет до этого, что стали проводиться конкурсы именно общественных сооружений. Мне кажется, в принципе, с этого стоит начинать развивать это направление. Это очень здорово, что появляются именно конкурсы концепции, потому что больше нет, куда взять реализацию, если у нас нет хотя бы какой-то мысли в эту сторону. Поэтому большое спасибо и за конкурс, за то, что можно попробовать свои силы в этом, и за то, что, в принципе, провели этот форум, где мы можем встретиться, пообщаться, увидеть друг друга лично. Поэтому большое спасибо, было очень приятно. Спасибо вам за участие. В номинации физкультурно-оздоровительный комплекс площадка для волейбола, баскетбола и бадминтона. Диплом второй степени получает авторский коллектив проекта института уникальных сооружений «Арена». Авторы Коробков, Коробской, Цеплаков, муж руководителя Орлов заключает и Кравуш, Владимир Кравуш, о котором я говорила. Спасибо. И вот две работы, которые у нас остались награжденными, и я сейчас буквально объявлю, и я надеюсь, что члены жюри тоже скажут. Это диплом первой степени, за Торжовский театр получила Александр Иванов из Московского архитектурного института, в котором руководителями были Михаил Казанов, Дмитрий Калерин и Татьяна Житмиловна. Спасибо вам, что вы нашли сегодня по-моему диплом, да, защиту? Или что? Человек выбрался. Поздравляем вас. Не торопитесь. Я думаю, что члены жюри скажут отдельно про ваш проект. Да, в этом году вообще, мне кажется, невероятной красоты, высоты и уровня мысли студенческие проекты. Очень приятно, что уделяется большое внимание философии материала, подачи в этом материале. Все это мы обсуждали, отметили. Очень рады, что такие работы... Мы просто получали удовольствие, реально. То есть это была не рутинная работа, вот это как в музей сходить. Спасибо большое. Для нас было крайне неожиданно, приятно и важно увидеть действительно крупное общественное здание в дереве. Вы сами знаете, что в нашей стране это такой дефицит со знаком ноль. И то, что вдруг на всем фоне сегодняшнего безрыбия, можно сказать, вдруг вот такой театр, это, я считаю, просто такой прорыв и позволит себе взять эту тему и сделать этот проект как курсовой. Ведь, да, это... Это... Правильно. Спасибо огромное. Поздравляем. А мы высказали огромную благодарность вообще Михаилу Хазанову за то, что он очень... Он сейчас далеко, но он вернется, он оттуда ведет онлайн преподавание своим студентам в архии. И он оказал нам огромное содействие в привлечении своих ребят и вообще студентов в архии в нашем конкурсе. Ему большое-большое спасибо. Он потрясающий архитектор и совершенно замечательный человек. Вот. И, наконец, специальный диплом и главный приз получает Вера Глазьева опять из Московского архитектурного института за школу-усадьбу в селе Иславское. Не уходите, пожалуйста, Вера. Знаете, что мы как организаторы тут подумали и решили, что поскольку у вас совершенно крутейший проект и надо как-то вам, чтобы это запомнилось, чтобы вы не снижали планку, мы хотим вам подарить такой специальный приз. Это авторской работы лампу нашей коллеги Кати Уткиной, совершенно замечательного архитектора. Когда она включается, видна вся глубина мира. Мы вам хотим пожелать, чтобы в ваших проектах была видна вся глубина мира и профессии. Поздравляем вас. И еще не все. Это вы еще получаете главный приз этого конкурса. Это тот самый круглый укол и то самое обло, которое является ключевым элементом деревянной архитектуры. А это вам с огромным уважением. И надо сказать, что ваша работа среди членов жюри вызвала очень бурную не то, что дискурсию, а скорее восторги, удивления, что на сегодняшнем пути встречаются люди, которые позволяют все с таким чутьем, тактом, пропорцией, взаимоотношений и средовых, и цветовых, и всех остальных наших заморочек представлять такие вещи. Вы нас просто действительно очень порадовали. И мы получили... Это был такой один из наших любимых проектов, который мы сразу подняли, а потом просто приятно обсуждали, что вот есть такие хорошие проекты и очень хотели с вами познакомиться, увидеть вас воочию. Так что поздравляю вас от души. Еще не все, подождите. Сейчас еще... Вроде как время идет, но студенческие годы как-то еще вспоминаются. Ну, мне, по крайней мере. Да, поэтому было особенно приятно, что появляются такие работы, которые действительно погружают в какую-то особенную атмосферу творчества, более свободную, конечно, чем период уже зрелого, рабочего такого процесса. И поэтому мы очень хотим вас поддержать в этом направлении. Надеюсь, вы не растратите, вы еще и приумножите свои таланты, возможности. Спасибо огромное за чудесную работу. И еще одно слово очень коротенькое. То, что вы держите в руках под названием «Обло» и «Круглый угол» сделали для нас замечательные коллеги из компании «Рубанков», на чьи мастер-класс сегодня все приходили. И хотя они столеры, и они возрождают именно столярное дело, но мы присутствуем с вами, друзья, при историческом моменте, когда вдруг два взаимно критикующих сообщества слились в едином порыве, чтобы поздравить вас с победой. Николай Владимирович представитель мастерства архитектуры деревянной, а Рудольф представитель столярного дела. Вот это все для вас. Еще раз поздравляю. Я хочу предоставить... Саша, пока. Я хочу предоставить... И напоследок еще Татан Кузымбаев очень хотел с вами познакомиться. Может, у него будет такая возможность завтра? А завтра вы же будете делать презентацию? А у него будет мастер-класс. Не мастер-класс, а портретное интервью. И еще наш партнер, постоянный, любимый, Ассоциация деревянного достроения в лице Семена Гоглева, тоже выбрали свои приоритеты в конкурсе концепции, о чем он сейчас вам и расскажет. Здесь голосовал весь совет партнерства Ассоциации деревянного достроения. Не только я, а я-то членом жюри являлся. Критерии... Ну, мы выбрали два, что мы должны наградить. Два объекта, один индивидуальный дом и другой общественное сооружение. И критерии у нас были следующие, что перспективы для развития отрасли и значимость для продвижения дерева в архитектуре, как бы для людей, чтобы люди реагировали. Вот. И первый я хотел бы наградить Александра Иванова за театр «Торжок» в «Торжке». Мнение Ассоциации нашего жюри-сопада. Замечательная работа, масштабная, объемная и думаю, что еще и может быть с перспективой на реализацию, если как бы... И очень красивая. Очень. По крайней мере, ее надо однозначно показывать и я знаю, кому показать и может быть будет какая-то реакция. Так что вас поздравляю. Спасибо большое. Поздравляю. От профессионалов в деревянном домостроении. В состав Ассоциации деревянного домостроения входит там компания «Тамак». И здесь, конечно, нет никакой там субъективности. Это просто очень приятно, что один из самых наших активных участников сделал самый крутой индивидуальный дом в этом конкурсе. Спасибо им, что они участвовали. Вот. За проект «НУК» хотел бы наградить. А девочек там в коллективе очень приятно. Действительно классный проект. Высокого уровня. он как-то в реестр найдет и на перспективу в следующем году там в Том РФ и везде. Поздравляю. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, а теперь идет награждение. Приступаем к награждению третьего российского смотра конкурса «Дерево в архитектуре». А, да, давайте мы сейчас сделаем небольшое лирическое отступление, очень важное для нас и для наших участников, и поблагодарим компании, которые участвовали в нашем форуме. Дорогие друзья, мы хотели поблагодарить компании, которые приняли участие в оформлении экспозиции. Она небольшая получилась в этом году, но очень теплая, душевная и замечательная. Мы хотим поблагодарить компанию «Артлёд» за чудесные лавочки и урночки, и качели, которые они нам предоставили. Пусть это и маленький элемент архитектурной среды, но все-таки очень важный. Надеюсь, он скрасил нашу экспозицию. Мы передадим им тепло. А также вот Василию Полётову мы хотим также вручить еще диплом за оформление экспозиции его замечательным звездолётом. А он его делал вместе с компанией ребят-студентов из разных вузов, называющих себя объединением «Аура». Вот их сегодня с нами нет, они сдают зачеты экзамена-сессии, но тем не менее мы им тоже очень благодарны. Компания «Альбау». Я не знаю, остался ли кто-нибудь здесь. О, отлично! Чудесно! Большое вам спасибо за прекрасный шатер, который вы нам организовали. Компания «Рубанка». Ребят, спасибо вам за то, что вы с нами и обучаете на словом технологиям. Спасибо. Доброе утро. Также мы хотим поблагодарить компанию «Интерио Окна». Это компания, которая вместе с компанией «Рота Франк» тоже сделала небольшой стенд. Мы им передадим обязательно тоже диплом. И компанию «Фарбраум», которая сегодня тоже для вас проводила мастер-класс. У нас есть замечательный Тимур Бехотов, руководитель компании «Фарбраум». Мы вам очень благодарны за поддержку и участие в проведении этого форума. Так, ну а теперь третий российский смотр-конкурс «Дерево в архитектуре». Ну, я считаю, что наш самый любимый смотр-конкурс, потому что все равно дерево мы любим больше всех других материалов, несмотря на то, что текло потрясающее, и алюминий очень важный, но дерево очень теплое. И люди, работающие с ним, совершенно удивительно. Попросим Николая Блаусу встать. И теперь... Сейчас мы потихонечку... Так, специальная номинация «Лучший студенческий проект». У нас всего три диплома за участие, я их перечислю. Это благоустройство территории майского квартала, проект «Солнечная система», пространство вокруг исторического дуба Вологодского государства университета. Студенты Романовская и Стеблева, руководитель Никитина. Что мы опять им передадим? И концепция дизайна интерьера библиотеки нового поколения имени Сергеева. Иркутск. Студент Унанян, руководитель ДАИНЭКО, Иркутский национальный исследовательский технический университет, институт архитектуры, строительства и дизайна. Что я хочу сказать, у нас две работы есть, студенческие, которые выполнены по поручению и заказчиком у них являлась вот у этой работы Иркутская государственная научная библиотека Молчаново-Сибирского. Это очень важно, потому что ребята уже принимают участие в совершенно серьезных практическим выходах работах. И следующий, молодежный общественный центр на чистых прудах студент Вознецова, руководитель Некрасов, Цибайкин, Архипов. Мархи. Никого нет? Да, сегодня такой день, что вот Александр Иванов, спасибо ему огромное, он с утра защищался, а сегодня вот сейчас он с нами. Я боюсь, что потом тоже многих не будет студентов из Мархи, которые получили высокие степени. Ну хорошо, а теперь приступаем к диплому победителей. Диплом третьей степени, опять коллектив из Мархи, многофункциональный жилой комплекс в районе Песчаных улиц в Москве. Студент Дмитрий Царьков, руководитель Плоткин, Грубов, Трифоненкова. Ну, а, да, ну замечательно, диплом третьей степени. Поздравляем, серьезная работа, все из дерева. Спасибо, что вы согласились и переделали проект. Вы же его сократили по нашим требованиям. Уважаемый был, да, ну, спасибо. Четыре сезона малой архитектурной формы объекта средового дизайна. Наконец-то Вологодский государственный университет, авторский коллектив под руководством Никитина и студенты Антоненкова, Градова и Долинова. И четырех работ все-таки они получили свой диплом. Так, диплом второй степени за индивидуальный жилой дом в селе Филипповское Владимирской области Киржайский район. Студент Евгения Виноградова, Московский архитектурный институт, руководитель Либовыкин, Левиан Тюрина. Елизавета, извините, пожалуйста. Лиза, красивое имя. Поздравляю вас. Диплом второй степени получает также студент Мамрукова или Мамрукова. Тоже из Мархи, руководитель Логоцка, Ширяева, Аксенова, Сивухина. Жилой дом средней этажности в Великом Новгороде. Я помню, как два года назад во время первого форума алюминиевых архитектуре Ирина Сивухина представляла, вот сейчас она уже руководитель этого проекта, представляла свой проект в конкурсе «Смотре конкурса алюминиевых архитектуре». Ее проект получил самый лучший диплом, самый высокий. Руководитель у нее была Ирина Ястребова. И все фирмы, все зарубежные архитекторы, ну, из самых крутых компаний, которые были, в том числе и Захихадзит, без конца смотрели и оценивали ее проект и восторгались. А теперь вот другое поколение. Она уже учится сама. Диплом первой степени получает студентка Мусина, руководитель Ястреба Вологодска, опять из мархи, за музей затонувших городов в городе Углич. У них всего, у них диплом, у них буквально диплом послезавтра защиты, поэтому я думаю, что ни этой работы, ни следующей, наверное, не будет. И диплом первой степени, всем же тоже, музей Новгородской бересты в Великом Новгороде, студент Марина Савина, руководитель Ирина Ястребова и Татьяна Вологодска, тоже мархи. Вот два диплома первой степени. Спасибо им за очень красивые проекты. Так, теперь уже раздел студенческая у нас закончилась серия. Ну, студенты молодцы, отличились, сделали красивые проекты. Дипломы за участие в разделе проекты присуждаются. Жилой дом для многодетной семьи в Брянской области, поселок Жуковка. Фирма «Технология». Авторский коллектив «Тука» Зайцева-Лысенко. Спасибо, удачи вам. Дом на склоне. Наш постоянный участник конкурсов Алексей Грабский. И в дереве, и в алюминии. Поздравляем. Удачи вам. Папа, нет, мы не походим. Это за участие. Спасибо. Дипломы за участие в разделе постройки. Гостиница с рестораном «Дом рыбака» в Самаре. И проектная организация строительной и производитель деревянной конструкции «Кубхаус». И авторский коллектив руководители «Олещенко» и «Олещенко». Следующий спа-комплекс «Самара». Авторский коллектив тот же самый. «Кубхаус», «Олещенко» и «Олещенко». Следующая работа – это банный клуб «Бурдугус». Это агентство развития территории «Городостроительная школа» из Иркутска. Авторский коллектив от руководителя Ямова «Архитектурные решения Павленко», дизайн-проект Титова, компания «Опенпроект студия» «Генплан» «Еременко». Архитектурная визуализация «Сибенок» при участии «Процентова». Ну, из Иркутска сейчас сложно, видимо, добраться. Следующая работа – «Две калитки», «Московская область», «Домодедово». Автор – Николай Веснин. Веснин, да, Веснин архитектурная фамилия. И следующая работа – это «Сферический дом, сфера», «Московская область, Пестово», «Скайдом». А, вот «Скайдом». Мы сейчас вот это, «Скайдом». Да, вы просто за них. Да, да, да. А, вы, извините, авторский коллектив «Союзов», «Селиванов», «Колодинова», «Нурмагомедов», «Новинская». Проектная организация, строительная и производитель деревянной конструкции и изделий. «Скайдом». И я просто мы еще подожду еще вот один вам участие за конкурс концептов. Так что все, всего хорошего, удачи, участвуйте еще. Так, следующие очень важные дипломы, это дипломы Союза архитекторов России, которые присуждаются тоже Союзом архитекторов за, ну, за серьезные, хорошие работы. Гостевой дом «Грейхаус», «Камчатка», авторский коллектив «Фанталис». Дипломы Союза архитекторов России. Так, у вас еще работы будет, но это потом, да. Спасибо вам. Следующая работа. Диплом Союза архитектов России присуждается за прогулочный мост для ЖК Румянцево парк в Москве. Фирма Альбау. Конструкторы Кондрашов Широков. Ландшафтное решение Афа групп. Спасибо. 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 Подкрепление. Ну, подкрепление, да. Как вы вовремя. Поздравляем вас. Так, следующий диплом это ретритный центр Республики Крым в Чесарайском районе. Автор Алексей Лысов. Проходите, пожалуйста. Проектная организация Архитектурное бюро White Studio. Строительная организация ТИАР. Производитель деревянной конструкции изделий КЛМ Арт. Поздравляем. Ретритный центр. Хорошо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Часто это будет, да? Пользуюсь. Так, диплом союзов-рекистектора в России присуждается за частный жилой дом Московской области. Проектная организация ОДУДАРХ авторский коллектив Андрей ОДУД, Дмитрий Елфимов, Кавел Батов. А, могли прийти. Дмитрий. Спасибо. Не уходите. На фоне вашего произведения. Поздравляем. Так, частный музей Ставкирка. Республика Карелия, Лангетпургский район. Проектная организация ЛОК ВОРКС. Авторский коллектив Котлеров-Меняйлов. АПЛОДИСМЕНТЫ Автономный туристический обитаемый модульный модуль. Модельный ряд в туристических регионах России. КБ АТОМ. Фирма. Авторский руководитель. У авторских коллектив руководитель Гаврилов, арт-директор Абрамова, конструктор Шатохин, архитектор Киселев. И производитель деревянных изделий и строительной организации тоже КБ АТОМ. Да, ну, конечно, передадим. Игровые площадки в образовательном комплексе «Точка будущего» в Иркутске. Агентство развития территории Городостроительная школа. Но этот коллектив уже был у нас, они не доехали. Тоже передадим. И последний диплом в разделе проекты это жилой дом Николина, Кубхаус, Московская область, Веденцовская в районе в коттедже поселки Николина. Руководители опять те же Олещенко и Олещенко. Два руководителя. Все, мы им сразу передадим все их дипломы. Ну, а сейчас уже начинается заключительная самая тяжеловесная часть это название победителей. Так, раздел проекты. В номинации жилой дом, бронзовый диплом, и не только бронзовый диплом, а еще и денежное вознаграждение размером в 20 тысяч рублей получает фирма Ёлка Хаус. Ёлка Хаус – модульный дом. Руководитель Батурин, архитектор Муко Миронов. В общем, я хотел сказать большое спасибо организаторам конкурса, поскольку они дают возможность молодым архитекторам, таким как я, реализовывать проекты, как мы можем видеть сейчас, которые будут в дальнейшем строиться. То есть это не только концепции, но и сами реализации. И, ходя по территории, я увидел, что стремительно развиваются проекты именно молодых архитекторов. И большое спасибо за то, что поддерживаете это движение. Спасибо вам. А я хочу еще лирическое отступление не в связи, а в связи с денежным вознаграждением. В этом году было принято решение, помимо денежного вознаграждения за гран-при 100 тысяч рублей, еще присудить три денежных приза. Подождите. Три денежных, которые наше жюри посчитало вручить и наградить молодые компании. Вот это одна из них. И мы действительно были очень впечатлены таким редким аскетизмом, редким в нашей практике цветом, который почему-то очень мало используется в современной российской, тем более не только в деревянной архитектуре. Так что вы нам доставили огромное удовольствие опять же в обсуждении и присутствии на конкурсе. Спасибо вам большое. Хочу еще дополнительно сказать, так как эти проекты, они под временную сдачу, мы всех приглашаем. Через несколько месяцев вы уже сможете сюда зайти. отлично. А потом вы выставитесь в малом объекте в смотре конкурса. Так, поздравляем. Я хочу сказать, что у нас качество диплома золотой, бронзовый и серебряный все немножко перепутаны. Они идут по номинациям, а не по, так сказать, главенству приза. Да, по важности. Поэтому в номинации «Жилой дом» золотой диплом и денежное вознаграждение размером 50 тысяч рублей получает авторский коллектив архитектурное бюро «План-Б» из Ярославля. Дом на реке Ить. Качалов и Фомин. Поздравляем. Они тоже не первый раз участвуют в нашем конкурсе и всегда удачно. Поздравляем. В номинации «Общественное сооружение» серебряный диплом получает проектная организация Т-Контракшн за пешеходный мост через Прут Дальний в Москве поселение Сосинское руководитель Сластиков коллектив Александров Дружинин заказчик-инвестор АУ-А101 Поздравляем. Поздравляем. также жюри за высокую оценку и нашего заказчика, который собственно поверил в этот проект. Заказчик серьезный. Да, группа компания А101 и надеемся, что в ближайшей реализации проекта уже прошел экспертизу. Спасибо. Потом будем рассматривать как постройку. Удачи вам и хороших работ. И золотой диплом получает мастерская работа мастерская управления Сениш корпуса Гора, то есть авторский коллектив из проектного института уникальных сооружений Арена. Авторский коллектив Буш, Орлов, Заключаев, Коробков, Коробской, Соплаков, Клирук, Бахерева, Алёхин, Божевская. В этот раз работа просто ударным фронтом. Четыре работы выставили в двух конкурсах и аренах. Замечательный институт, мы с ними дружим, а они делают совершенно уникальное на самом деле сооружение. Поздравляем вас, вас хорошие учителя. В разделе постройки в номинации «Жилой дом» бронзовый диплом получают работы «Лапочки на гнездо», «Дома на деревьях». Авторский коллектив Святослав Жыков и Тоборцева. Поздравляем. И в номинации «Реконструкция и реставрация» на одной из самых уважаемых нами жюри номинации получает золотой диплом авторский коллектив Евгений Миняйло и Ушаков проектной организации «Элитпроект» за восстановление памятника деревянного зодчества начала XX века в Томске. Поздравляем. Большое спасибо участникам конкурса, большое спасибо жюри за высокую оценку, организаторам, Екатерине, Ольге Николаевне, Ольге Дмитриевне. Я бы хотел пожелать здесь столько много молодых архитекторов, много работ, и поскольку я являюсь участником проекта в разделе «Реставрация», то я бы хотел пожелать архитекторам молодым использовать иногда хотя бы исторические, национальные, традиционные архитектурные формы, то есть резьбу, какие-то элементы именно декорирования своих новых сооружений. Я думаю, тогда этим вы внесете свою изюминку в свои нетрадиционные очень интересные проекты. Еще раз большое спасибо всем. Мы бы отдельно хотели поблагодарить вас за то, что вы делаете. Действительно тяжелая работа, сколько внимания, труда вложено во все это. Мы действительно видим, надеюсь, и все увидят и поймут, как говорят в Швейцарии, да в принципе у нас традиция обременительна, но это бремя необходимо нести. Спасибо за ваш вклад. В номинации «Интерьер» серебряный диплом получает авторский коллектив «Фанталис» за ресторан «Мишка» на Камчатке. Приглашайте нас в ваш ресторан, говорят, там очень вкусно. Мы слышали об этом. В номинации «Малые формы» объектов дизайна серебряный диплом и денежное вознаграждение размером 30 тысяч рублей получает авторский коллектив «АДМ» из Красноярска за объекты рекреационной инфраструктуры в сквере энтузиастов. Коллектив в составе Андрея презентации этого проекта и все желающие смогут послушать как же это все получается в этой чудесной компании. Огромное спасибо организаторам за мероприятие. Вы знаете, я взрослый человек и сегодня я за много лет первый раз оказался в Суханово. И вот природа, среда, атмосфера, история, истоки, как-то так вот все всплыло, то, что знал, что слышал и увидел вот этот потенциал мощнейший архитектурный здесь. Я только что от Комову рассказывал историю, как римские архитекторы в общественном пространстве себя вот как бы так позиционируют, ставят в обществе. Я думаю, не просто волонтерство, а огромное желание собрать по всей России некую энергию, сил, в том числе и финансовую, и сделать Суханово все-таки уникальным пространством, соответствующим той природе, тому месту, которое здесь есть. Вот это я хотел бы пожелать всем присутствующим. Спасибо. Спасибо. Поздравляем. Не, не, не. Может быть, вы вспомните, мы с вами пересеклись совсем недавно в Норильске. Да. И знаете, что вот вы указали на особенности места. Вы также рассказывали одухотворенно и про Норильск. Я бы вот лично хотел пожелать вам вот продолжить излучать эту энергию, выражать ее в замечательных совершенно проектах. Спасибо вам огромное. Очень приятная встреча вновь. Побольше бы таких удовлетворных встреч. Я хочу еще сказать, что почему мы отметили эту работу, потому что вот такая невероятная скупая изысканность и легкость этой работы при фантастической выразительности это такой вот знак, который мы как раз хотели подчеркнуть из всего количества из всех представленных работ. Спасибо вам большое, потому что вот это такой в нашем представлении наглядный пример изысканности. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Австерский коллектив из Краснодара ХСАРАМС Константин Таранов Виктор Кваша ХСАРАМС АПЛОДИСМЕНТЫ ПОДРАМС Здравия! КОНЕЦ Данный проект, он невозможен без мифотворчества, то есть то, что я должен рассказывать и вы должны видеть, потому что как это зародилось, ну это такие уникальные вещи, которые нужно сопровождать, наверное, увиденным. — Откройте, пожалуйста, каталоги в разделе «Постройки», страницу номер 6, и вы увидите этот прекрасный проект. — В общем, мы 15 лет занимаемся строительством скейт-парков, и мы начинали с деревянного строительства. И считаю, что мы достигли здесь такого очень хорошего уровня, который ценится не только в России, но и по всему миру. И в 2020 году, после Нового года, у меня есть такая традиция, я залегаю дома и начинаю думать, что же стратегически интересного можно придумать и сделать. И в этот момент я думал о том, как сделать для своей команды третье место между домом и работой. А я объясню, все ребята, наши строители, они являются у нас скейтерами, и все катаются. И такой механизм, он работает на все сто, потому что невозможно делать некачественно, если ты не делаешь для себя или для ребят, которые на тебя смотрят и знают, что ты катаешься и делаешь бесподобные скейт-парки, и ты не можешь нигде сфилонить. И от этого получается очень хорошего качества продукт. И вернемся к тому, что, думая о том, что же создать, я нарвался в интернете на статью об Альвара Алта. И я думаю, его не нужно представлять, все и так прекрасно знают его. И в 30-х годах он создал в Финляндии бассейн в виде почки, которая стала такой культовой вещью, о которой мало кто знает. На вилле Мэйра он называется. И эта форма позволяла распределять нагрузку воды в холодных северных странах, и от этого бетон не лопался. Подобная форма перетекла от его учеников на западное побережье США, и на задних дворах американцев стали появляться подобные формы бассейны. Как же это связано с нами? Так как мы скейтбордисты, я начал интересоваться, потому что я видел такие формы на задних дворах, и в 70-х годах все скейтеры катались там. А что произошло? В 73-м году в Штаты пришла засуха, и серферы, которые катались по волнам, вышли на улицы, потому что тоже засуха привела к тому, что не было волн. Они стали к своим серфам приделывать колесики и кататься по склонам. А потом увидели то, что на задних дворах пустые бассейны, пролезли туда через заборы, и так зародился скейтбординг. И вот этим проектом мы отдали дань уважения великому мастеру, то, что он априори стал человеком, который, возможно, дал семя зарождения современному скейтбордингу, который мы сейчас видим. Потрясающая история. Я думаю, что награду нашла берет. Спасибо вам. Спасибо. А теперь вы держите прямой угол. То есть не прямой, а круглый. Да, круглый. Круглый угол. Да. Кстати, чертежи я нашел в Выборгской библиотеке, потому что, ну, библиотека Альвара Алта. Вот. Сложность еще этого проекта состояла в том, что у нас очень мало опор. На 400 квадратов всего 10 или 11. И вот, да, видно это. И по задумке у нас на открытии должно было зайти в районе 250 скейтеров, и мы должны были сделать сюрприз. И эта конструкция должна была выдержать. И вот мы ломали голову, как это разработать. Делали несколько слоев, ну, по-моему, 4 или 5 слоев распределения фанеры, типа такого сэндвича, различные контрфорсы. И когда на мероприятие забежала толпа, мы просто стояли в углу и молились, чтобы ничего не произошло. И реально все это выдержало. И там был тоже такой момент интересный. Это был чемпионат России по скейтбордингу в Краснодаре, но катались уличные дисциплины. А это пуловое катание, это совершенно отдельное направление. И в России очень мало ребят, кто этим катается. Я говорю своей команде, ребят, надо искать топовых наших ребят. Есть 50 тысяч в бюджет, кто готов вырываться и нужно устроить шоу. Ну, 10 человек прибыло. И когда 250 человек стояли, наслаждаясь этим моментом, и эти 10 скейтеров нырнули в пул, играл панк-рок 70-х. И в этот момент произошло такое единение. Мы вернулись к истоку именно в тот момент, вот в эту секунду, когда зародился этот скейтбординг. Вот он прямо чувствовался. Вот, в принципе, так. Ну что, друзья, плавно перетекаем в свободное общение, фуршет и все прочее. Спасибо. И ждем вас завтра. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok